Всем привет! Мы продолжаем наш влог и сейчас я вам покажу один рецептик орехового теста для рождественских печеней. Вот такие вот печеньки мы будем печь. Формочки вы увидели уже в предыдущем кадре. Знаешь, это основное ореховое тесто, есть разные его вариации. 400 грамм гладкой муки, 200 грамм сахарной пудры, 200 грамм молотого влажного ореха, 120 грамм масла, 2 желтка. Все это мы перемешиваем. Еще добавляем туда молотую корицу, одну ложечку чайную, гвоздику. Вот у меня гвоздика. Я ее в ступке измельчила вначале. Нужно пол чайной ложечки измельченной гвоздики. Я измельчила ее вначале в ступке, а потом вместе с орехами размиксовала еще, чтобы было намного мягче. Вот в такой вот миксере. И орехи. Вот у меня тоже уже размельченные, значит. И какао. Добавляйте какао на ваше усмотрение. Тут у меня большое количество, потому что я сделаю двойную порцию. Всего в два крат больше у меня. Тут у меня уже орехи, значит. Потом вот эта гвоздика, корица молотая, масло. Я уже тут, вон, видите, масло, какао. Желтки у меня тут 4, потому что у меня двойная порция. И сахарная пудра. Сейчас я туда добавлю еще 800 грамм муки. Да, еще раз повторяю, потому что я двойную порцию делаю. Вот. 800 грамм муки добавлю. И все это замешаю в тесто. Оно будет такое тугое, твердое тесто. Ну, такое нормально. Потом его оберну в целлофан, фолио, ну, что-то такое. И положу в холодильник хотя бы на пару часов, чтобы оно охладилось, пролежало там. А потом можно будет уже печь вот такую вкусняшку. Это очень вкусное тесто, особенно если там есть молотая корица, молотая гвоздика и какао. Аделла, потише, пожалуйста. Вот. Так что вот такие дела. Сейчас я сделаю, и мы кое-куда пойдем с Аделкой, на почту нам надо. А потом я приду, и мы будем с ней печь кокосовые печенья и вот эти печенья. Кокосовые печенья, рецепт я вам тоже сразу скажу. Если я еще не говорила. Кокосовые кружочки, ну, можно любой формы их сделать. Значит, здесь одну порцию я делала. 150 грамм гладкой муки, мелкого помола, да. 100 грамм кокосовой стружки, 100 грамм сахарной пудры, 100 грамм масла, одно яйцо, чуть-чуть корицы, 1 чайная, 1 четверть чайной ложечки лимонной коры, кожуры. Я просто лимон выжила чуть-чуть и все. И шоколад для того, чтобы украшать потом вот эти ваши печеньки. Вот. Все. Я буду приступать, когда придут к почте, к выпечке. Уже все свекровь, уже вчера пекла вот эти ореховые. То, что сейчас я делаю тесто, свекровь уже пекла вчера. И Аделка там 3 штучки уже съела этих ореховых печенок. Вот этих. Они сумасшедши вкусные. Они ужасно вкусные. Я обожаю вот именно ореховое тесто. И я буду делать еще вот такие вот корзиночки ореховые с ореховой начинкой. Там орехи, как чуть-чуть орехов в тесте, вот в этих корзинках, потом орехи в начинке и сверху орех еще, да, вот для украшения. Ну, просто супер-супер вкусные рождественские печенья. Серьезно, это просто класс. Вы можете из орехового теста не обязательно вот такие формочки печь, но можете просто вырезать любые вам понравившиеся фигурки, и будет просто ореховое тесто, ореховое печенье. Все, я замешиваю это и кладу в холодильник, пускай охлаждается. Вот в холодильнике лежат пакетики с моим тестом. Вот это кокосовое. Я его сделала вчера. Кокосовое тесто. А сегодня вот то, что вы видели, как я сделала тесто ореховое, вот такие пакеты я разложила, потому что бы один большой, бы не влезло, узкий пакет, столько теста бы не влезло. И мы начнем сегодня с кокосового. И что нам успеем? Успеем сегодня. Я думаю, что кокосовое и два пакета орехов мы точно успеем сегодня сделать. Итак, мы выпекаем кокосовое печенье. Уже это последнее печенье, которое у нас получилось с теста. Сейчас они пойдут в духовку. Но так как здесь осталось место, мы уже решили перейти на... Извиняюсь, формат. На ореховое тесто и вот такую... Положи, Адаму, я же сказала, не трогай. Такие у нас формочки, как я показала. Их надо заполнять ореховым тестом красиво. Вот видите, рыбка. Мы ее заполнили. Положили вот так на процвиль. И все вот так положим. Мы их, значит, наполним рыбичку. Адаму бы сделать рыбку. Адаму, она. Рыбку заполняй. Я буду заполнять вино, виноград. Виноградную лозу. Например, ну все мы заполним. И что сюда войдет, войдет. А потом остальные будете печь. А так я ищу-то ищу. Ищу-то. Да. Ищу-то. Она у нас холодильенькая, чуть тугое такое. В смысле, замерзшая, да? Надо все посбирать там, а все посбирать. Сама будешь есть эти... То, что ты сделаешь, Адаму. Ну, я ее потом скорректирую. Моя помощница, она мне вырезала формочками тесто. И мы вот вместе работали вместе. Все, продолжаем делать. Потом покажу. Вот у нас все дело хорошо продвигается. У нас ореховое тесто в формочках запекается. Сейчас мы дали в духовку. И у нас уже есть и готовенькие. Вот такие вот у нас печеньки. Поросятка. Виноград. Рыбки. Курочка. Это зайчик такой. Видно, что это зайчик вообще? Ну, что, ушки у него и голова тут. Вот такая вот ракушка. Нет, это бантик. Это бантик. Видите, они такие толстенькие. Формочка надо дополнять плотненько, хорошо. Но не слишком, чтобы там не было такого бугорка сверху. Потому что когда вы потом будете переворачивать, уже выпеченное печенье, да, вы понимаете, да, вот это было в форме. А вот это гладкая сторона, которую вы так давили, да, внутрь этой формы теста. Короче, не нужно, чтобы здесь было слишком много. Потому что потом, когда вот так делаете эту форму, чтобы вытащить, пока это горячая, да, форма, то она не будет вытаскиваться, она будет отталкиваться от стола. потому что если бы слишком много теста вот теперь что делаем у нас сейчас дальше кусок теста с холодильника я вытащил чтобы он чуть-чуть в комнатной температуре комнатной температуры принял на что мы делаем я тут коробочка куда тут сейчас склады конечно это коробочкой недостаточно будет нам нужно быть и побольше вот берем например курочку да здесь у нас сахарная пудра смешанная с ванильным сахаром вот так вот я хорошенько так знаете в песочке чтоб красиво просто добылась для красоты в тоже и так так сладки а кстати я забыла сказать что я в это ореховое тесто вне программы или касается вне рецепта еще налила туда довольно таки много ром ром да ром 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 чешский обычный ром я долила и довольно таки много тесто прям пахнет и руки пахнут когда вы работаете с этим тестом рома но это будет изумительно вкусно обожаю когда орехи с ромом в какой-то комбинации в каком-то печеном комбинируется а ты почему не ешь прочь не хочешь а это слоника взяла кушать уже и не хочет почему не хочешь прочь не хочешь отдала прочь не хочешь что есть прочь на это добрый прочь надо попробовать что она возникает это плохо сейчас я попробую еще не пробовала мы только-только спекли вот это был слоник отлично не значит это возникаешь вкусно ну вот так короче я буду сейчас эти все печеные делать не очень сладко получилось кстати не знаю почему ну ничего зато меньше сладкого хам будет нормально слог чаем с чаем высыпать